Ну, сегодня игра немножко отличалась от той игры, которую мы 4 дня назад сыграли у нас дома на кубок. То есть, потратили много эмоций в первую очередь. Там в серии пенальти выиграли. Плюс тяжелый переезд. Ну и вот солнышко такое вышло. Это все немножко сказалось на таком состоянии футболистов. Не было, на мой взгляд, не было. Золотой свежести, которая была, к примеру, у нас дома. Но сегодня мы выбрали определенный план. На игру мы понимали, что соперник играет дома, что мы внизу турнира таблицы, мы в одинаковом положении. Выбрали немножко такую тактику присаживаться немножко в средний блок, так сказать. И стараться играть на быстрых выбеганиях. Если вы видели первый тайм, у нас полностью в этом плане удался. Полностью удался. У нас было массовое бегание. Заставляли ошибаться соперника. Забили хорошие голы. Должны были забивать еще. То есть, наш план полностью сработал в первом тайме. Ну, в свою очередь, возле своих ворот у нас был всего один момент. Там после какого-то сумбура был очень такой серьезный удар. Но вратарь наш справился. 3-0. Такое вот преимущество нельзя было растерять. В перерыве была задача. Было сказано футболистам, что выходим 0-0. И задача выиграть второй тайм. Ну, естественно, что мы уже немножко по счету стали играть. Потому что очень приличное преимущество в три мяча. И раз за разом опять происходило одно и то же. То есть, мы выбегали. Потому что уже хозяева пошли, по-моему, вабанг. То есть, оголялись зоны сзади. То есть, мы раз за разом выбегали. Но не могли реализовать свои моменты. Сегодня счет должен быть немножко другой. По моментам. По созданным моментам. Но в концовке удалось забить еще четвертый. И сегодня, я считаю, мы доминировали на протяжении всего матча. И мы заслужили эту победу на 100%. Игрой я доволен. Потому что мы понимали, что футболисты немножко не в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть. Ну, все это. Я объяснил эти все моменты, которые сказались. Поэтому мне понравилось сегодня. И результат, который нас устраивает полностью. И игра сегодня была на уровне. Поэтому я хочу в первую очередь поздравить наших болельщиков, которые сюда доехали, приехали тоже болеть за нас и переживают за нас. Потихоньку надо вылазить из этой ситуации. Но это всего лишь один шаг. Первый шаг. И отсюда надо отталкиваться. Дальше надо двигаться в том же направлении. Спасибо за развернутый ответ. Два быстрых гола. Это была бы ваша установка на игру, чтобы быстрее забить гол. Или это получился? Ну, такие установки, в принципе, мы не даем. Мы просто сразу начинаем играть. Мы договариваемся, как мы должны играть. С самого начала мы изучаем соперника. Но, естественно, любой быстрый гол, это очень хорошо. Это преимущество. Это уже какая-то уверенность с самого начала. Поэтому прям вот установку, что мы должны быстро забить, прям такого не было. Но мы всегда рады, когда мы очень быстро забиваем голы. В роли команды всего четыре дня. Что вы уже успели изменить в тренировочном процессе, в, может быть, и в бытии футболистов? В тренировочном процессе мы пока что ничего не меняем. Потому что, по сути, мы провели с моим участием всего лишь одну тренировку. То есть, получается, что я приехал, сразу попал на кубок. В этот день меня заявили. И после был день восстановления, после была одна тренировка. И мы уже сюда приехали. Ну и вторая тут вот, предыгровая. Сейчас в тренировочном процессе, как я посмотрел, как я изучил, я знаю специалистов, которые работают в нашем клубе, мои помощники. То есть, это квалифицированные люди. Мы пока что ничего прям особо не меняем. Тут нужно было менять немножко другие вещи в плане психологии. Тут нужна психология, потому что футболисты в нашей команде очень хорошие, я считаю, квалифицированные футболисты. Но момент психологии, в яму, в которую они попали, психологическую, то есть, вот этот момент сейчас для меня важнее. Потому что вот сейчас пойдет недельный цикл, там, может, что-то будем просто привносить. Я могу менять кардинально, пока мы ничего... Ну, я, в любом случае, пока ничего не собираюсь. Спасибо. А основная задача у вас в чемпионате или в кубке? Дайте, как можно дальше. И там, и там. Ну, естественно, любой матч мы будем выходить, чтобы играть на победу. Конечно, чемпионат. Конечно, чемпионат в приоритете. Но мы сегодня добрались до команды первой лиги. Конечно, хочется и здесь порадовать болельщиков, сделать им праздник. То есть, играть надо каждый матч на победу. Но в чемпионате надо вылазить из этой ситуации. Можно ли по Игорю вопрос? Я знаю, тренера не очень это любят. Мы любим тренеров, гостей спрашивать. Скажите нам, все-таки состоится переход на формулу весна-осень в этом году? Весна-осень будет переход только у команд 2-го дивизиона «Б». То есть... То, куда мы благополучно падаем. Вы про свою команду говорите? Конечно. Ну, я вам желаю туда не упасть, на самом деле. Если это случится, то да. Только у этой зоны будет переход на... И у нас будет большой-большой отпуск. И у вас будет большой-большой отпуск. Спасибо.